Здравствуйте! Вы смотрите канал ТОП-5. Мы уже много раз говорили о том, каких высот добьется искусственный интеллект в далеком будущем. Но пора бы уже посмотреть, чего он достиг на данный момент. За последние два года случился настоящий прорыв в этой области, а все благодаря искусственным нейронным сетям, алгоритмам, построенным по принципу работы человеческого мозга, которые способны обрабатывать большие объемы информации. Они не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Самое забавное, что нейронные сети были изобретены еще много десятилетий назад, но тогда не хватало вычислительной мощности, чтобы их использовать, и потому о них все благополучно забыли на долгие годы. Но сегодня, благодаря игровой индустрии, у нас появились мощные видеокарты, которые идеально подходят для нейросетей. Именно благодаря этому пониманию за 2016 год акции компаний NVIDIA и AMD, которые занимаются созданием видеокарт, подскочили на 300%. Обе компании сейчас оцениваются в несколько раз выше, чем 12-13 месяцев назад. Уже сегодня искусственный интеллект, основанный на нейронных сетях, может делать просто фантастические вещи. Про некоторые удивительные способности вы наверняка даже не слышали, в то время как они поражают воображение, и в них даже трудно поверить, но это уже реальность. Итак, сейчас я вам расскажу про самые невероятные достижения искусственного интеллекта на сегодняшний день. Поехали! В 2014 году компания Google купила стартап DeepMind за 500 миллионов долларов. Спрашивается, за что были отданы такие деньги? А вот за что. Это игра Arkanoid. Компания DeepMind к ней подключила искусственный интеллект, основанный на нейросетях. Важно то, что ИИ ничего не знал про эту игру. Единственное, что ему было известно, это то, что можно управлять платформой и надо набирать очки. Теперь смотрим, что из этого получилось. В начале искусственный интеллект ведет себя как маленький ребенок. Он не знает и не понимает ничего, но замечает, что если отбивать шарик и сбивать им кирпичики, то очки набираются. От одного до пяти, в зависимости от вида сбитого кирпичика. В итоге ИИ пытается как можно чаще отбивать шарик. Но это у него далеко не всегда получается. Но проходит два часа, и вот какие изменения произошли теперь. ИИ. Искусственный интеллект обучился играть как профи и убедился на все сто, что чем чаще отбивать шарик, тем быстрее набираешь очки. Но! Через четыре часа случилось то, за что Google отдал полмиллиарда долларов. Смотрим. В какой-то момент нейронная сеть понимает, что есть дырка в игре, и можно сделать так, чтобы сразу набрать очень много очков. Все, что нужно, это пробить туннель и закинуть мячик за кирпичики. Вот именно увидев такую демонстрацию возможностей искусственного интеллекта в 2D играх, компания Google заинтересовалась стартапом DeepMind, одним из инвесторов которого когда-то был Илон Маск. Сегодня нейронные сети уже даже умеют играть в 3D игры, такие как Doom, просто глядя на монитор. То есть всю информацию из игры они получают посредством зрения через камеру. В марте 2016 года нейронная сеть DeepMind обыграла в игру Go лучшего игрока в мире. Хотя еще 20 лет назад многие эксперты сомневались, что ИИ когда-нибудь сможет обыграть человека даже в относительно простые шахматы. Между тем игра Go считается многократно сложнее шахмат. Однако не только в играх преуспела нейронная сеть DeepMind. Осенью 2016 года компания объявила, что их искусственный интеллект научился реалистично имитировать речь человека, а со временем станет это делать еще лучше. То есть если раньше мы слышали, как робот читает текст, то сразу понимали, что это не человек. Как, например, тут. Кариночка, привет, удачи в дальнейшем, распишись на стеночке, пожалуйста. Теперь же, благодаря нейросети все вышло на новый уровень. Сравните сами. Вот как английский текст читает обычный бот. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. А вот как этот же текст читает нейронная сеть DeepMind. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Чувствуете разницу? Конечно, еще не совсем человеческий уровень, но прогресс уже невероятный. Возникает вопрос, чем нам может быть полезна эта технология? На самом деле сфер применения очень много. Например, если вы любитель аудиокниг и каждый раз беситесь, что в аудиоформат до сих пор не переведена книга, которую вы бы с удовольствием послушали, то теперь сможете заставить искусственный интеллект читать для вас любое произведение с нормальной интонацией. То есть ИИ можно будет использовать в качестве диктора. А если совместить эту технологию с технологией распознавания речи и с технологией переводов иностранных слов, которая тоже постоянно совершенствуется благодаря нейронным сетям, то уже в очень недалеком будущем, общаясь с иностранцем по скайпу, вам не надо будет знать его языка, так как ИИ за доли секунды будет все переводить и озвучивать. Спасибо. Спасибо. Я буду на пляжах Мексика. Я люблю водить. Мне нравится надеть. Мне тоже. Мне тоже. Я тоже. Это бы потрясающе, видеть тебя в Мексике. Мне очень нравится иногда visitать тебя. Мне очень нравится visitarte. Мне тоже. Мне тоже. Вы также сможете мгновенно получать перевод с озвучкой иностранных видеороликов на Ютубе. Больше не будет досады из-за того, что вы не можете смотреть то или иное видео по причине незнания языка и отсутствия локализации. Возможно, лет через 10 точность перевода в целых предложений будет выше, чем у хороших лингвистов, а потому надобность в этой профессии сильно снизится. На этом подвиги нейронной сети DeepMind не заканчиваются. Пару месяцев назад компания Google объявила, что их искусственный интеллект научился читать по губам гораздо лучше любого профессионала. Через нейросеть просто пропустили 5000 часов записей различных программ телеканала BBC. В результате этого ИИ научился читать по губам даже в тех случаях, когда человек проглатывает части слов. В данный момент нейросеть DeepMind на 30% лучше справляется с чтением по губам, чем любой профессионал среди людей. И на этом разработчики не собираются останавливаться. Потенциал применения разработки огромен. Это и беззвучное управление голосовыми помощниками, аннотирование фильмов и добавление для спецслужб способов тотальной слежки. Далее у нас идет самоуправляемый транспорт. Вы уже знаете, что алгоритмы нейросети, использующие компьютерное зрение, позволяют искусственному интеллекту самообучаться и познавать мир. Так вот, для самоуправляемых автомобилей это крайне важно, так как невозможно заранее запрограммировать все возможные ситуации на дороге. Потому сегодня производители заставляют беспилотные машины наворачивать тысячи километров. Ведь чем больше нейронная сеть проедет, тем более умной она станет и реже будет допускать ошибки. Для примера посмотрите это видео, которое сняла компания NVIDIA. Вот как ее беспилотный автомобиль себя ведет, когда его впервые учат вождению. Такое ощущение, словно за рулем сидит ребенок или какой-нибудь пьяница. На это смешно смотреть. А вот что происходит месяц спустя, после того, как автомобиль проехал 3000 миль. Нейросеть уже умеет идеально водить даже на загруженной дороге. Просто поразительно. Программистам не пришлось писать тонны кода, чтобы научить машину не ошибаться. Прямо как в научной фантастике. Невероятно. Перспективы огромные. Сегодня ежегодно в автокатастрофах погибает более 1 миллиона 300 тысяч человек. Когда все автомобили в мире станут беспилотными и садиться за руль будет запрещено на законодательном уровне, количество смертей на дорогах снизится во много раз. А с годами, по мере совершенствования технологии, этот показатель уменьшится почти до нулевых значений. Но помимо спасения человеческих жизней, самоуправляемые авто еще уменьшат количество пробок на дорогах и значительно снизят большие финансовые убытки из-за аварий. По подсчетам, только в одних США беспилотные машины позволят сэкономить более 190 миллиардов долларов в год. А это очень большой аргумент в их пользу. И огромный плюс в карбе.